Здравствуйте, это новости на ННТ с материалом наших корреспондентов и короткий анонс. Миллионы на стимулирующие врачам и тысячи ПЦР-тестов для анализов. Дагестан продолжает бороться с ковидом. Бросил медицинские отходы в реку и уехал дальше. Полицейские установили личность мужчины, который сбросил мешки со шприцами в аварское кайсу. Адресная помощь остро нуждающимся жителям республики. Благотворительный фонд «Инсан» провел очередную акцию. 205 миллионов рублей получат медики Дагестана. Такую сумму выделят врачам и медперсоналу, участвующим в вакцинации взрослого населения. Деньги направлены на обеспечение стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов. Средства выделены из резервного фонда правительства Дагестана. Минздрав Дагестана приобрел 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Тесты закуплены по поручению главы Дагестана Сергея Меликова из средств республиканского бюджета. На сегодняшний день республика получила уже 5000 диагностических тестов. Они позволяют с высокой точностью определить РНК вируса в мазке из носоглотки всего за 10-15 минут. Для всех желающих обследование абсолютно бесплатно, подчеркивают в Минздраве республики. Подозреваемые, сбросившие медицинские отходы в Аварское кайсу пойман. Об этом сообщает МВД по республике. Полиция установила, что выброшенные отходы принадлежали одной из районных больниц в удаленной горной части республики. Согласно договору между учреждением и местным жителем, мужчина должен был единожды перевезти медотходы в другую больницу для утилизации. Вместо этого он сбросил отходы в ближайшую реку. Задержанный признался в содеянном и рассказал подробности. День народного единства отмечает сегодня вся Россия. Отметили его и в Дагестане. Правда, с поправкой на эпидемиологическую обстановку. Традиционные торжества, которые проходили в предыдущие годы, отменили из-за коронавирусных ограничений. Многие концерты, выставки и другие мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в онлайн и в офлайн форматах. Поздравил жителей страны с Днем народного единства и муфти Дагестана Ахмад Хаджи Абдулаев. Духовный лидер в своем обращении отметил, что это одно из самых важных событий в жизни нашей страны. Несомненно, в многообразии национальностей, языков и различных культур наша сила, религия, духовность – это все огромное богатство нашей страны. Мы обязаны уважать друг друга, оберегать, изучать и хранить это богатство, дарованное нам Всевышним, дабы передать его будущим поколениям. Только тогда, по милости создателя, мы сможем надеяться на светлое будущее. Прошу Творца укрепить межнациональное согласие, сохранить народы, усилить любовь между ними. Говорится в поздравлении. Очередная крупная благотворительная акция от фонда «Инсан». Наиболее нуждающиеся жители нашей республики получили сегодня бесплатно продукты питания первой необходимости. Кому в первую очередь оказывают адресную помощь, узнал наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. 15 тысяч продуктовых наборов получат нуждающиеся дагестанцы сегодня. Только в Махачкале распределят полтора тысяч таких наборов. В один продуктовый паек входит мука, сахар, рис, гречка, макароны и масло. Фонду «Инсан» помогают волонтеры. На своих машинах они разводят продукты по домам нуждающихся. В акции участвуют известные активисты и общественники. Приятно, что им, наверное, поддержка с нашей стороны. А взять общим, там ничего приятного нет, когда видишь, что происходит изнутри. Поэтому, мне кажется, призываю всех, у кого есть возможность, поддержать наших братьев и сестер. Будем стараться в дальнейшем тоже развозить. Эта организация мне близко к душой, скажем так. И всегда я стараюсь, когда у них бывают такие мероприятия, поддерживать и участвовать всегда. Продуктовые наборы получают малоимущие, многодетные семьи и больные, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить себя. Фонд «Инсан» как спасательный круг в их жизни, признаются подопечные. Я одна воспитываю троих детей, пока нигде не работаю, по состоянию здоровья, можно так сказать. И у меня еще не до... Ну, три года еще нету мальчику, из-за этого мне это очень помогает. Поэтому вы мне очень помогаете, я вам очень благодарна. Каждый месяц почти приносят помощь. Подобные акции проходят регулярно. Руководство благотворителям фонда пытается помочь каждой малоимущей семье и быть рядом в это непростое ковидное время. Хамз Нурмагамидов, Камиль Магаев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Спортивные мероприятия, посвященные Дню Народного Единства, прошли в Махачкале. На стадионе имени Елены Исенбаевой были организованы веселые старты и забеги на короткие дистанции. Состязания проходили среди учащихся спортивных школ города. В этом году в условиях пандемии мероприятия проводились только на свежем воздухе. Их организатором выступило Министерство по физической культуре и спорту республики. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Смотрите наши новости завтра и всегда. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова